Уже два видео в новом плейлисте по рубрике Недоначу, но я не совсем понял, интересно ли эта рубрика. Количество лайков показывает ваш интерес, и если бы тут было тысяч пять, то я бы офигел. Какой балдёрт! Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео на аккаунте Недоначу. И сегодня, как вы поняли, я буду добывать гемы на покупку третьего строителя. Он просто нереально необходим, я это уже заметил, то что прибавилось сборщиков, там немножечко прям, ну и плюс строения увеличиваются. Короче говоря, четвёртую-пятую ратушу однозначно нужно качать тремя строителями. Так что, со всех способов, что возможно, я сегодня буду добывать гемы. На этом аккаунте на данный момент немного способов добычи гемов, и самый первый это удаление мусора. И возможно, с него что-то выпадет, но мне нужно дождаться строителей, потом уберём. Также есть события, которые я возможно смогу пройти, 10 атак, и я смогу потом получить баночку и продать её за 10 гемов. Также есть золотой пропуск, и кстати говоря, я уже дошёл до 10 гемов, забираю, это сразу же прибавочка. До следующих гемов я дойти не смогу, так как этих заданий будет не хватать. Если они, конечно, будут обновляться, то возможно и хватит, но это не основное. Ну и плюсом ко всему есть ещё профиль, где мы сможем посмотреть ачивки, которые мы сможем выполнить сейчас. Ну и начнём с самого простого, это заработать звёзды на карте компании. Неважно, сейчас будет 3 звезды или 1 звезда, самое главное сделать 10 звёздочек, и за это мы получим гемы. Поэтому с лёгкостью я сейчас выполняю несколько карт, и за это получаю гемы. Да и по идее, первые карты будут очень простые, там пару пушек, и я не буду тратить всех юнитов, будем экономить, так как бустов на этом аккаунте ещё нет, и войска варятся достаточно долго. Поэтому сейчас я быстро выполню 2 карты, и за это получу гемы. Конечно, немного, но я как сказал, потихоньку, понемногу будем собирать со всех мест, и возможно сегодня мы купим уже третьего строителя. Итак, база у нас попадается уже посильнее, хотя чё сильнее, у нас есть луки так-то. Не зря же я лука взял. Короче говоря, закидываем варваров сначала сюда, забираем эту пушку, так как что-то сюда они не направляются. После этого закидываем варваров в роли танков, кстати говоря, я лучниц тоже поставил уже на второй уровень, и, кстати говоря, даже можно было бы обойтись без лучниц. И благополучно сносим эту базу, и по идее сейчас я уже должен получить какую-то награду. Надо посмотреть вообще, сколько там нужно ещё звёзд получить, чтобы следующую награду выполнить. По идее, там будет поменьше. Хотя не, это долго. За 10 гемов выполняется очень долго. Тем более, чтобы их получить, нужно выполнить карт, ну, 10, даже больше, 13 где-то. Короче говоря, ладно, это отбрасываем, гемы получили. Переходим к следующему месту. В прошлом видео я записывал переход, и пока у меня удаляется мусор, покажу, что я уже сделал на базе. Кстати говоря, с мусора сейчас тоже что-нибудь выпадет, это тоже прибавочка. Ну и я, по сути, ничего такого не сделал, кроме прокачки варваров. Сейчас поставил луков, также несколько шахт прокачал, ну и эти тоже прокачал. Ну, правда, ещё нужно их хапать, но это ладно, это потом. Я их так просто в АФК-режиме ставил. Также поставил хранилища по разу, но их ещё, естественно, нужно прокачивать. Но это со временем прокачается. Я как бы не спешу быстро зафулить ТХ-3. Я сейчас как бы дорабатываю гемы, как вы поняли. Ну и остаётся всего один мусор, кстати говоря, гемчики прибавились, и нам остаётся всё меньше и меньше добыть. 35, я думаю, с профиля мы сможем вытащить. И если что, так-то есть ещё 10 гемов с этой банки, поэтому нужно будет выполнить обязательно. Чтобы пройти это задание, нужно очень много времени, так как КДКК 10 минут, и из-за этого очень долго это будет. Но я уже начал проходить, как видите, это очень успешно получается. Так что прокачиваем забор, ну и плюсом немножечко выполняем какие-либо задания. Но я посмотрел приятные два задания. Это добыча ресурсов, где нужно добыть по миллиону ресурсов, каждого эликсира и золота. И за это я получу 20 гемов. Это намного профитнее, так что я это сейчас буду стараться выполнить. С учётом такого фарма, затея с прохождением гоблинов, мне кажется, была даже лучше, чем я сейчас сижу в многопользовательском режиме. Но всё же, сейчас покажу, как правильно играть кабанами. Хотя уже неправильно, по сути. Кабаны второго уровня способны на то, чтобы просто снести эту базу сами. То есть даже варваров скидывать не нужно, поэтому я много не скидываю, экономлю. Ну и кабаны, грубо говоря, сами сламывают эту базу легко. Но, чтобы это было быстрее, я вот так вот не жалею, по одному по два варвара на каждое строение закидываю и тем самым быстро ломаю соперника. Я уже очень близок к открытию третьего строителя, соперники тут попадаются всякие разные. Я даже думал, что 750 трофеев я быстрее пропушу и за это получу гемы, нежели чем фарм ресурсов или же выполнение события, которое с хогами. Ну уж очень долго приходится ждать клановую крепость, но все же остается, по сути, вот эта атака и еще одна, и я смогу пройти события. И эту баночку смогу продать за 10 гемов. Я не думал, что будет так тяжело нафармить сегодня 50 гемов, но строителя-то сегодня я 100% прикуплю. Хотя, что-то вот чувствую, что тут трешку мы не возьмем. Я сейчас стараюсь идти как-то только на трешке, пушу кубки, есть предположение, что на ТХ-4 или ТХ-5 я уже запушу 1250 или еще поболее. Хотя, навряд ли, конечно, я не буду этим страдать, но там и будет покупка четвертого строителя. Он не так уж и дорого стоит, тем более, сколько всего я там повыполняю, и как раз-таки есть возможность прикупить четвертого строителя. А вот на ТХ-7 там будет пуш кубков и, возможно, даже покупка пятого строителя. И напоминаю, это все в рубрике не доначу, все абсолютно бесплатно, быстро буду получать. Как видите, циферка 3 на моем уровне светится, а это значит, что мы можем собрать награды 1, 2 и 3. И нам не хватает всего 6 гемов, и это исправит, конечно же, вот это событие, где я получу аж 10. Войска готовятся быстрее, чем я запрашиваю клановую крепость, поэтому если войска готовятся, я иду проходить какие-то карты гоблинов. 30 звездочек я насобирал, тут, конечно, тоже можно играть, но это, видите, КК нужно. Просто варварами, я думаю, тут не осилю, поэтому дальше я просто не стал идти и играл онли в глобале. Ну и плюсом, сегодня я уже закончил забор, он очень дешевый, с учетом того, сколько я здесь фармлю. И, по сути, остается прокачать только вот этот весь список. Конечно, еще прилично, но, как я и говорил, в этом ролике я уж точно не зафулю. Это уже все длится куда дольше, хотя тремя строителями, возможно, уже завтра я буду полностью прокачанным. Ну а сейчас я просто время от времени ставлю какой-то сборщик, ну и дожидаюсь одного строителя. Но когда открою строителя, однозначно поставлю казарму, хранилище, и, возможно, также одним строителем буду качать сборщик. Кто-то скажет, почему я не удалю несколько камней и не пройду задание в профиле с удалением препятствий. Я просто решил эти шесть больших камней и три маленьких оставить навсегда. И не удалять после, когда у меня будут лопаты, я их буду переставлять и использовать в виде декорации. Поэтому сейчас я мучаюсь и прохожу задание. Хотя мучением это тяжело назвать, просто играю, жду варваров, также жду хогов и атакую. Как бы все очень просто. Ну и тут, кстати говоря, это, скорее всего, победа на три звезды. Хотя уже неважно, ресурсов, сами видите, у меня полно. Самое главное, это то, что я сейчас пройду задание, продам эту книгу. Точнее, какую книгу разошелся. Кстати, лол, я еще и стену пробил. Ну, тогда, по сути, могу даже и не продавать эту банку. Но не, я все равно продам, гемы-то буду собирать на четвертого строителя. Так что тут без вариантов, хоть как буду со всех мест получать гемы, чтобы быстрее открыть строителей. Это, кстати говоря, совет для новичков. Никогда никуда не тратьте гемы. И ищите гемы вообще во всем. Прям вообще везде ищите. С мусора, как я говорю, отовсюду. Эти гемы вам помогут быстрее купить строителей. И больше строителей, быстрее апаетесь. Это естественно. Кстати говоря, забрал награду, но что-то как-то не хватает, да, немножечко. Тогда не зря получается. Получается, задание выполнил, книжица. Да блин, да какая книжица? Че я эту банку обзываю книжицей? Короче, плюс гемов залетает. Десяточка. Ну и как раз таки нам пора бы прикупить то, что я запланировал в начале этого видео. Наконец-то третий строитель. Да, идеально. Место занимает, как раз таки для него готовил. Кстати говоря, я так-то еще модернизировал свою расстановку. В принципе, она красиво выглядит. Правда, я не смотрел дефы на нее. Понятно. Можно и не смотреть. На этих ратушах все предсказуемо и понятно. Если нет КК, то, скорее всего, тебя сломают на три звезды. Строитель освободился, а это значит, что ставлю на прокачку казарму. Открывается пускай стенобой. Кстати говоря, там есть еще и награда за это. Я за это тоже получу гемы. В общем, сегодня я сказал миллион раз гемы. Но самое главное, что сегодня я выполнил абсолютно все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И ожидайте нового видео на этом аккаунте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok